И всем привет друзьям, Ипсенам ютуба у микрофона Максимус. Давно у нас не было интересных и криповеньких тем. И пока мы с вами сидели, разбирая очередную хоррор-игру, мимо моего взора всегда ускользала одна из самых интересных и загадочных фэндомов, а именно SCP. Наверняка каждый из вас слышал о данном вымышленном фонде, целью которого, как гласит аббревиатура, является безопасность, удержание и сохранение всех непонятных и аномальных существ, предметов и сущностей, каждый из которых носит свой номерной код. SCP привлекла внимание огромного количества фанатов, и я не исключение, поэтому, дабы заинтересовать вас, мои дорогие зрители, я решил тоже немножечко порыскать на форуме и собрать в данный видеоролик 7 удивительных и необычных SCP-объектов, известных фонду на данный момент. Поехали! SCP-902 Финальный отчет SCP-902 – это коробка размером примерно с голову взрослого человека. Похоже на коробку для боеприпасов, которыми пользовались военные около 30 лет назад, хотя объект содержится фондом. Примерно 60 лет. SCP-902 сделан из свинца. Строение предмета, находящегося внутри объекта, неизвестно. Объект издает тикающий звук, как описывают люди, контактирующие с SCP. Всеслышащие его становятся убеждены в том, что идет обратный отчет. При открытии коробки внутри ничего не окажется, однако тиканье не прекращается. Объект продолжает обратный отчет. Любой человек, узнавший о существовании SCP-902, контактирующий с ним или прочитавший документ о данном объекте, становится убежден в том, что находящаяся в коробке очень опасна. Люди начинают бредить, говоря о том, что ее необходимо уничтожить сразу же после окончания обратного отчета. Объекта нет. Объект есть. Его нужно уничтожить, когда закончится обратный отчет. Мы делаем великое дело. Нас нужно остановить. SCP-2006. Слишком страшно. SCP-2006 – аномальная сферическая сущность. По словам самого объекта, его цель – вызвать чувство страха или ужаса у как можно большего количества людей. Для этой цели SCP-206 может свободно менять форму, объем, массу, плотность, химический состав и голос. На сегодняшний день неизвестно ни одного способа нанести SCP-2006 вред. Неизвестны также и пределы способности SCP-2006 к самоизменению. На данный момент принято считать, что пределов нет. На данный момент SCP-2006 имеет склонность к принятию формы различных существ из фильмов ужасов и научно-фантастических фильмов, виденных им ранее. Чаще всего SCP-2006 принимает форму робовека из фильма «Робот-монстр». SCP-2006 пытается внезапно или планомерно напугать любого, с кем контактирует, но достигнув своей цели, проявляет любезность и дружелюбие. Причины такого поведения на данный момент неизвестны. SCP-701. Трагедия о Повешенном Короле SCP-701 представляет из себя пьесу в пяти актах «Трагедия о мести», написанная во время Карла Первого Стюарта. Сценические постановки этого произведения были неизменно связаны с проявлением маниакального и суицидального поведения как среди актеров, так и среди зрителей, а также с появлением таинственной антропоморфной фигуры, обозначенной как SCP-701-1. Согласно историческим данным и проведенным расследованием, события при постановке происходят в следующем порядке. За две недели до представления в процессе репетиции участники постановки начинают отклоняться от соответствующих сценарию ролей. При этом отклонения от текста пьесы являются упорядоченными и единообразными, как зафиксировано по всем уже засчитанным инцидентам. Ни актеры, ни режиссер не замечают никаких изменений, и если им указать на изменения, настаивают на том, что с самого начала репетируют пьесу именно так. За час до премьеры во время концовки акта первого на театральной сцене появляется SCP-701-1. Оно может входить на сцену или выходить с нее, подобно тому, как это делают актеры, но за кулисами не появляется. При выходе за кулисы SCP-701-1 немедленно исчезает. Актеры не замечают и не реагируют на его появление. Во время событий SCP-701-1 полноценно появляется в сцене пиршество. Акт пятый. С этого момента оно принимает непосредственное участие в циническом действии, в роли повешенного короля. Хотя по сценарию данного персонажа в пьесе нету и не должно быть. Все актеры на сцене либо начинают убивать друг друга, либо кончают жизнь самоубийством. В зрительном зале начинаются разрастающиеся беспорядки. Зрители нападают друг на друга и на каждого, кого видят перед собой, независимо от предшествующего спектаклю отношения к жертве. Последствия. Если каким-либо зрителям удастся пережить вспышку насилия в театре и выбраться за его пределы, они продолжают совершать акты убийств уже вне театра. Нормальное состояние возвращается к зрителю приблизительно через 24 часа. После начала события выжившие, как правило, переживают сильнейшую психологическую травму, хотя некоторые не вспоминают о последствиях спектакля абсолютно ничего. Отдельные жертвы безвозвратно впадают в кому или демонстрируют признаки безвозвратного распада личности. SCP-895. Искажения на видео. SCP-895 изукрашенный дубовый гроб. Найдены в морге. Данные удалены. Сотрудниками фонда. Внимание к объекту привлекли необычные кадры системы наблюдения. При допросах персонал морга не мог дать объяснение, куда взялся SCP-895. При попытке открыть SCP-895 на месте, агент обнаружил объект пустым. Информация об увиденном через видеокамеры является засекреченным. До дальнейшего уведомления SCP-895 следует постоянно держать закрытым. Объект вызывает искажения на фото и видео записывающей технике в радиусе 50 метров, похожие на яркий, вызывающий нервный шок галлюцинации. Продолжительность и частота появления которых зависит от расстояния между SCP-895 и устройством. Запись ближе, чем с 5 метров может причинять тяжелую психологическую травму и вызывать истерию у большинства увидевших. Эти искажения не распространяются на тех, кто непосредственно находится в указанном радиусе. SCP-895 следует хранить закрытым и запертым в изолированной подземной камере содержание, находящейся на глубине примерно 100 метров. В радиусе 10 метров от объекта запрещается работа с видеокамерами, микрофонами и другой аппаратурой, если на то не было получено одобрение минимум двух сотрудников с третьим уровнем допуска. SCP-055 неизвестный SCP-055 это секрет, который сам себе хранит, или антимем. Информация о внешнем виде, природе, поведении и происхождении SCP-055 засекречивается сама собой. Неизвестно, как Зона-19 заполучила SCP-055, когда и кем был добыт объект. Внешний вид SCP-055 неизвестен. Персонал после контакта с данным объектом полностью забывает о том, что они увидели. Сотрудники, которым поставлена задача описывать SCP-055 после наблюдения, не могут сконцентрироваться и теряют к задаче интерес. Если поставить перед сотрудником задачу нарисовать копию фотографии SCP-055, сотрудник не сможет вспомнить, как выглядит фотография, не может вспомнить и поставившись задачу исследователю. Сотрудники видеонаблюдения, наблюдающие за SCP-055, отработав смену, выходят крайне утомленными и ничего не помнят о прошедшей смене. Кто одобрил сооружение хранилища SCP-055? Почему оно построено именно в таком виде и какой цели служат условия содержания, неизвестно. Несмотря на то, что хранилище SCP-055 легко доступно, персонал Зоны-19 не может вспомнить о его существовании. Все эти факты периодически открываются заново, обычно случайными читателями этого файла, что вызывает у них сильную тревогу. Тревога эта длится недолго. Через несколько минут о происшествии забывают. SCP-1499. Противогаз. SCP-1499 – советский противогаз с ГП-5. Самым интересным элементом данного объекта является его аномальный эффект при надевании на голову человека. Вскоре после того, как объект SCP-1499 оказывается на голове субъекта, тот пропадает из виду и не регистрируется никакими приборами. Надев SCP-1499, подобные по их словам оказываются вместе, радикально отличающимися от того, в котором находились до этого. По их словам, место вокруг пустынное и неуютное, а пространство вокруг заставлено высокими черными башнями. Также по этому ландшафту перемещаются существа, называемые SCP-1499-1. По описаниям подопытных, данные объекты представляют собой высоких обнаженных гуманоидов с темной кожей, покрытой толстым слоем неизвестного вязкого вещества. У отдельных SCP-1499-1 также наблюдается большое количество глаз и ртов по всему телу. После снятия SCP-1499 с головы, субъект оказывается в том же месте, где его надевал. SCP-179 представляет собой гуманоидное существо, находящееся на постоянном расстоянии около 40 тысяч километров от южной полярной области солнечной фотосферы. Существо не вращается вокруг Солнца. Последние наблюдения за SCP-179 показали, что оно, похоже, движется по постоянной орбите вокруг центра галактики. За 43 года было определено, что внешне SCP-179 напоминает человеческую женщину возрастом 20-40 лет. Вся поверхность ее тела покрыта матовым черным материалом или состоит из него. Ее волосы состоят из того же материала, имеют более 34 километра в длину и постоянно колеблются от солнечного ветра. Тем не менее, эта часть SCP-179, похоже, отражает иное количество солнечного света. Именно это отражение привлекло внимание астрофизиков фонда в 1940 году. По средней линии тела проходит ряд знаков и татуировок. Судя по их яркости, эти знаки могут иметь металлический состав и золотистый оттенок. Эти татуировки изображают несколько символов, опознанных как принятые в средневековой алхимии символы Солнца и шести ближайших к нему планет Солнечной системы. SCP-179 большую часть времени направлена к Земле лицевой стороной, хотя в некоторых случаях поворачивается и в других направлениях. Следующая информация имеет выше статус секретности. Неавторизованный персонал будет подвергнут меметическому влиянию. SCP-179 может воспринимать любые излучения в электромагнитном спектре, разумно и способно общаться несколькими аномальными способами, в том числе и с помощью радио и лазерной связи. Во время единственного на сегодня случая общения с персоналами фонда, SCP-179 свободно изъяснялась на французском языке. Поскольку во время этого контакта не было получено никаких данных об отношении SCP-179 к фонду его миссии, следует предпринять все усилия по предотвращению контакта с ней любых известных связанных организаций путем внедрения дезинформации. Большинство зарегистрированных случаев движения SCP-179 были связаны со внеземными угрозами, как аномальными, так и не аномальными по природе, грозящими столкновением с Землей или входом на ее орбиту. Эти угрозы были идентифицированы как способные вызывать события реконструкции класса СК в человеческом обществе и земной жизни в целом, если бы им удалось достигнуть Земли. При столкновении с Землей или входе на орбиту без надлежащего реагирования и сдерживания оперативниками фонда, эти объекты могли оказаться способны привести к сценарию класса Кей. SCP-179, как правило, поворачивается к объекту или объектам, представляющим интерес, указывая на них рукой. Если таковых объектов несколько, SCP-179 может по мере необходимости генерировать дополнительные конечности, анатомически похожие на ее руки. Исследования показывают, что SCP-179 выполняет и другие движения, в зависимости от характера объекта, представляющего интерес, например, поднимая разные пальцы или двигая руками определенным образом через фиксированные интервалы. Несут ли эти движения какую-либо информацию, пока не определено. Выдвинута гипотеза, что SCP-179 обнаруживает или указывает только активные угрозы за пределами транснептунного пространства, которые могут быть обнаружены другими наблюдателями и способны безошибочно определить их вредоносный характер. Все представляющие интерес объекты, приближавшиеся к Земле и обладающие значительной разрушительной силой, были безошибочно обнаружены SCP-179. Нередко при этом известные фонду наблюдателей не знали о них. А на этом у меня все. Это были 7 удивительных и необычных SCP-объектов, известных фонду на сегодняшний день и существование которых может показаться удивительным, необъяснимым и даже устрашающим. Если вам понравился этот ролик, то пожалуйста, нажмите на кнопку лайка и напишите в комментариях, хотите ли вы продолжение подобной темы на моем канале. От этого зависит, будет ли данная рубрика выходить далее. Ну а также, хочу заикнуться про то, что я, а также мои товарищи GND13 Алексей Смертник и Куфос, едем в Москву на Игромер 2019. Да-да, та самая выставка, которая будет проходить с 3 по 6 октября, в Крокус Экспо. Мы с ребятами решили группой съездить на данное мероприятие, увидеться друг с другом, пофоткаться с любимыми ютуберами, ну и также просто провести хорошо время. А также, есть вероятность, что там мы можем встретиться с вами, нашими любимыми зрителями. Чтобы точно не упустить такой шанс, в описании есть ссылка на покупку билетов, а также обязательно вступите в мою группу ВКонтакте, где я буду писать многие подробности прямо во время всей выставки. В любом случае, все подробности по поводу самого проведения Игромира есть на официальном сайте, ссылка на который находится также в описании. Ну а вы не забывайте про поддержку данного ролика и конечно же подписку на канал. Ну и помните, что у микрофона был Максимус. Всем прекрасного вечера и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok